Здравствуйте! Я Юрита, художник из Лондона. Я решила сделать для вас видеокурс, как выполнить рельефную картину своими руками. Вот перед собой вы видите эскиз, акварель, музыка джаз моя, которую я буду переносить на холст. Мои рельефные картины по достоинству оценены специалистами. И вот сзади меня сейчас вы видите рельефную картину «Скорпион», которая отобрана и выставлена во Франции в арт-галерее в постоянной экспозиции с этого года. Вот при ближайшем рассмотрении вы можете посмотреть выпуклые формы. Картина выполнена моей рельефной смесью. И покрыта лаком, поэтому она вот так вот светится. Вот по такой же технике мы будем создавать музыку джаз. Перед собой вы видите мою акварель «Музыка джаз». Для картины я выбрала тёплые тона, показать энергию и красоту джаза. Эту картину мы будем переносить на холст в технике рельефа. Мы будем использовать разные техники лепки. В основном это будет рваный эффект. Самое то, что подходит идеально для передачи эмоций и музыки. Волосы у нас будут вот такие, катышками. Контрабас. Рваный эффект будет. Тема рельефной живописи сейчас набирает популярность. Много кто хочет украсить дом вот такой вот красотой своими руками. Техника не слишком сложная, главное усидчивость. Если вы тут, значит вам это нужно. На этом курсе я вам подробно расскажу, как создать рельефную картину своими руками. Наша картина будет представлена, как единая композиция, музыка джаз. Этот курс будет состоять из нескольких уроков. Каждый посвящен этапу создания картины. Первый этап создания картины мы будем выполнять эскиз. Вы можете сделать стоп-кадр на компьютере, распечатать на принтере. Вот предположим, это я нарисовала, но предположим, вы это уже распечатали. Затем вот этот формат А4, который принтер печатает, его надо увеличить до размера холста. И перенести этот рисунок в натуральную величину, в которой у нас будет работа. Я буду использовать технику квадратов. Для этого мне понадобится линейка, расчертить бумагу на квадраты, и потом каждый отдельно взятый квадрат переносить на свое место, тем самым увеличивая рисунок до размеров оригинальной работы. Затем мы этот эскиз переносим на холст. Я буду использовать кальку, дешево и сердито. Затем мы будем готовить раствор, с помощью которого я буду переносить работу на холст. Видите, мой раствор как мягкая глина такой. Видите, ложка стоит. За основу я использую готовую модельную пасту итальянского производителя. Добавляю мои ингредиенты, делаю замес. И у меня получается вот такая вот прекрасная смесь, которая отлично, идеально работает в этой технике для рельефных картин. Почему это важно? Потому что я пишу картину на холсте. А холст подвержен влажности, температуре. Он может гнуться, выгибаться. Это не стена, это не твердая поверхность, где вы можете сухой штукатуркой сделать барельеф, и он у вас будет стоять. Здесь очень аккуратно надо соблюдать технологии, знать свойства материала. Холст гнется. Видите? Соответственно, картина, видите? И картина будет гнуться с ним. Поэтому, если вы хотите сделать картину долговечной, вам надо следовать технологиям, иначе это будет работа на один раз. Следующий этап у нас будет шлифовка. Наждачной бумагой я буду убирать те места, которые мне не нужны. Подравнивать, исправлять. Я использую ПИ-60, стандартную мелкозернистую наждачку. Покрывать картину краской, тоном. Беру кисточку, акриловые краски и приступаю к картине. Кисточки использую синтетические. Видите, они мягкие. Отлично работают с акрилом. Я крайне не рекомендую натуральные, потому что они не подходят для этой работы. Хочу обратить ваше внимание, вот вы видите, наверное, перед собой, вот у меня тут странные вещи, ложка и вилка, да? У нас будут закругленные, видите, элементы, которые отлично, удобно выполняются вот таким вогнутым мастихином. Вогнутый мастихин дорогой. Вот, пожалуйста, 1 рубль. Пластмассовая ложка. Дешевые сердито взяли, провели. Все отлично. То же самое касаемо струн, видите? Сейчас покажу. Вот, допустим, взяли смесь, взяли вилку, провели. Вот наши струны. Дешевые сердито. Мастихином вы бы так выравнивали до пришествия. Это надо иметь опыт и технику. Также я вам расскажу, как убирать за инструментом. После каждого использования инструмент надо мыть и вытирать. Если у нас остатки глины, ее надо, видите, аккуратно размешать, спрыснуть и вытирать. Баночка с водой, поэтому у меня всегда рядом со мной. Вытираю инструмент. Все, чисто. Можно оставлять до следующего раза. Что хочу сказать, чтобы у вас получилась хорошая работа. Ее надо прочувствовать, ей надо жить. Выполняя эту лепку, представляйте себе эмоции музыки. Джаз. Вас разрывает. В вас бурлят эмоции. Поэтому цвета используются теплые, энергичные. Зритель должен услышать вашу картину. Вы же ее пишете для зрителя. Эта работа займет у нас примерно одну неделю по времени. С учетом сроков высыхания смеси рельефной, с учетом высыхания красок, покрытия лаком. Затем у нас идет тоже надо подождать, пока это все высохнет. Но некоторые, очень многие, для того, чтобы получить большинство зрителей, наверное, я не знаю, предлагают вам написать картину за час. Я вам покажу. Я вам покажу уловки, которые они используют. И почему это плохо. Почему так делать не надо. Я детально и дотошно отрабатываю каждые детали. И могу совершенно точно сказать, за час, даже за день, рельефную картину вы не выполните, которая будет у вас на века, на долгие года музейного качества. Это технически невозможно по всем законам физики. Но, опять-таки, я вам покажу базовую технику, которая вам позволит выполнить картину максимально успешно в домашних условиях. А там, как говорится, хозяин-барин. Встречаемся на следующем курсе. Пока-пока. И не забудем наш божественный кофе, без которого художник не может никак. Пока-пока.